Ну что, пост, дело такое творческое, жрать нечего, все невкусно, все просто, потому что привыкли есть мясо, 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 мясо дает вкус, рыба дает вкус, не зря же у нас блюда называются горячие мясные, горячие рыбные, никто не говорит горячие овощные блюда. Я сегодня сделаю гороховую кашу, во-первых, просили много, во-вторых, очень круто спасает пост, дам несколько советов и покажу свой вариант гороховой каши, у меня колотый горох, обычный, желтый, он бывает еще зеленый, кстати, я вообще использую зеленый, но подумал, что желтый более узнаваем. Мне нужна половина луковицы, да, вот у меня стоит тут еще зеленый томат соленый, это тоже у нас будет как гарнир, как гороховая каша. Вот эту половинку луковицы нужно нарезать как можно мельче, ну условно, да, самым мелким кубиком, как вам позволяют навыки лукорезания. Кастрюлька нагревается, лук дожидается. О, масло разогрелось, лук сюда. Сразу же соль. Пока далеко убирать не буду. И сразу же перец. Еще очень важный элемент постной кухни, это чеснок. А откуда брать вкус? Конечно. Из чеснока. Чеснок раздавился и вот так вот целиком отправляется к луку. Значит, я убавил немножко температуру, чтобы он пассеровался. Но это лишь для того, чтобы держать под контролем процессы. Смотрите, у меня здесь белые грибы. Сушеные. Вещь подходящая для постной кухни. Очень полезная. Много не кладите. Поломайте кусочками, бросьте сюда. Теперь горох. Полкило высыпайте. Водицу подливайте. Водицу лейте так, чтобы на два пальца где-то покрывало горох. Значит, досаливать будете позже. А вот щепотку сахара бросить стоит. Добрую такую щепотку сахара. Раз. Подчеркнет сладость гороха. У меня есть такая штука, как копченая паприка. Бренды показывать не буду. Просто заказал в интернете, привезли. И вот такой баночки надолго хватает. Так вот, на полкастрюли, так сказать, гороховой, вот этой вот всей нашей каши, пол чайной ложки копченой паприки превращают наше блюдо совершенно в иной калинкор. Ну и, в общем, все. Теперь мы забываем кашу, наверное, минут на 40. Может быть, на час. Смотрите сами, как у вас горох будет вариться. Вообще, я-то, насколько помню, он минут 40 варится. Обычно быстро всегда у меня. Или в большом количестве воды он быстрее варится. В общем, делайте маленький температурку, закрывайте, следите, чтобы вода не выпаривалась. Как только каша уже будет подходить к самому своему завершению, горох станет мягкий, тогда сделаем к ней маленький гарнирчик дополнения. Пока каша доваривается, быстренько хлебушка зернового, вернее, ржаного с зернышками. В пост рекомендую хлебом закусывать все блюда. Выбирайте для себя какой-то такой хлеб, который, во-первых, будет по калорийности повыше, потому что здесь семечки разные, подсолнечник, еще что-то, кунжут. И обжарьте хлебушек. Конечно, одним хлебом сыт не будешь, но когда на маслице его поджаришь, особенно если там есть орешки, они поджариваются, вкусные становятся очень. Так, лук полукольцами. Всевозможные топпинги, вот я вам сейчас покажу один, потом покумекайте, прикиньте, чтобы можно было еще так делать. Жареный лук любят практически все, тем более, если на посту, то хочется чего-то вкусного ведь. А жареный лук, это, конечно, вкусно. Кто-то скажет, да ну. Кто пост держит, для тех это просто божественно вкусно. В общем, как только хлебушек поджарили, с одной стороны, в другую сторону перекинули, слегка прижали, маслица собрали. Он когда и хрустящий такой, получается, жареный. Вкусненько. Подсушили хлебушек, красавчик. Значит, в эту же сковороду масло льем. Лук кидаем. Где моя зажигалочка? Эх! Так вот, лук с ароматом гриля. Масло загорается, дает очень яркий аромат. Ну и побалуйтесь такой штукой. Казалось бы, простейшая вещь. А сколько радости и вкуса создает. Так. Каша у меня готова. Ставлю сюда. Все у меня здесь. Воды минимум. Сейчас я ложкой поковыряю. Поглядите. Воды минимум. Вот такой консистенции примерно она. Кто любит разворную в хлам, пожалуйста, сделайте такую. Я все-таки считаю, что гороховый суп и гороховая каша должны иметь ну какие-то определенные формы, текстуру. Видите? Лук когда вот обжарился и почти готов, ему осталось всего лишь, знаете, что сделать? У меня где-то лимон был. А, лимона нету. Ну, значит апельсин. Ему нужна кислота. Добавьте чуть-чуть в цитрусовый. Все. И убираем сразу. Остались последние штрихи. Вот сюда, в ступку. Смотрите. Чуть-чуть тмину. Щепотку тмина. Кто любит, знаете, может зиры добавить. Но вообще, тмин, конечно, гораздо интереснее. Ну и больше к русской теме. В ступочке раз-раз-раз его. Хотите поярче, знаете, можете прогреть его на сковородке, потом перетереть. Щепотку соль. Чтобы лучше было перетирать удобнее. И зеленый томат мелким кубиком. Это маринованный продукт. Ну, вернее, квашеный. Он же скисает, молочная кислота выделяется. Огурцы, помидоры. Зеленый. Помидор другой вкус имеет. Если вы сами делаете, если с чесноком, вообще бомба получается. Если вы берете у бабушки где-то на рынке, ну, уточняйте, что там есть. Пробуйте, да? Самое главное, чтобы он был вкусный. Вот, смотрите. Получается вот такая вещь. Сюда я выкладываю кашу. Гороховую. Прежде чем выкладывать, нужно попробовать. Каждый раз пробуйте. Бомба! Смотрите, кто хочет пожиже, пожалуйте. Чуть больше водички. Кто хочет погуще, те, значит, делают вот как я. Я воду добавлял несколько раз в процессе. Ну, то есть, у меня просто на высоком огне. Так, лук. На сильном огне готовил и вода быстро выпаривалась. Я добавлял, добавлял, добавлял. Несколько раз. Лук. Конечно, в центр. Постный рецепт. Тут, понимаете, не до жиру, так сказать. Быть бы живым зеленый помидор сверху. Вот так. Можете добавить укроп, зеленуху, любую. Без проблем. Тмин пряность делает. Такую сладковатую, пряную нотку дает этому всему. Если вы против тмина, я же говорю, добавьте кориандра, значит, может зиры, может быть, добавите семя укропа. Но все вместе это в пост делает вашу жизнь интереснее. Вот, смотрите. Теперь черные кусочки хлеба вот сюда прям. Добавьте вот несколько, буквально вот так. Да, все, достаточно. чтобы, знаете, с хлебом, этими квашенными томатами, там сладкий лучок, гороховая каша, все это калорийное, плотное, вкусное, классное. Приятного аппетита, дорогие друзья. Пусть ваш пост будет, ну, каким-то удивительным в этот раз. Пусть он перенесется легче с моими постными блюдами. Пока!